февраль достать чернил и плакать писать о феврале на взрыт пока грохочущая слякоть весной черную горит но вот что поделаешь с этими поэтами для лучших из них не то что власть и времена года порой не указ у них вот и зимний февраль уже весною горит 10 февраля день рождения бориса пастернака ему 125 и он живее многих живых почти в его день рождения в россии официально стартовал год литературы по стране сотни мероприятий нацеленных на повышение интереса к чтению продвижение русского языка и поддержку литераторов борис пастернак один из крупнейших писателей двадцатого века лауреат нобелевской премии за которую и вот так замордовали словно сорвавшиеся с цепи родные соотечественники что эта премия по моему стала для него настоящей голгофой а он ведь был вторым писателем из россии после ивана бунина у достойной этой награды в пятьдесят восьмом году ну так уж совпало кстати в год моего рождения один из самых известных в россии специалистов по творчеству автора романа доктор живара за которую он кстати получил нобелевскую премию литературовед критик и публицист наталья иванова считает что он придрёк свою судьбу он не был расстрелян как гумилёв не погиб в лагере как мандельштам не был доведен до самоубийства как марина цветаева и прошел через гулаг как в орлам шаламов но своим творчеством как сами знаете не раз случалось в россии и до и после него он сам вызвал свое несчастье описав собственную вероятную судьбу судьбе юрия живак в конце концов он сам сотворил судьбу своих утрат полностью искупив видимость благополучия в одном из своих писем марине цветаева он как-то написал что могло быть счастьем обернулась горем гул затих я вышел на подмостки прислонясь к дверному косяку я ловлю в далёком отголоске что случится на моём веку на меня наставлен сумрак ночи тысячи биноклей на оси если только можно а в очи чашу эту мимо пронеси я люблю твой замысел упрямый играть согласен эту роль но сейчас идет другая драма и на этот раз меня уволь на календаре 6 февраля в эфире итоговый выпуск программы время новостей миас в студии михаил тютёв здравствуйте ну а борисе пастернаки у нас расскажут еще многие и многое все-таки год литературы начался творчество пастернака это не иначе как соединение возвышенного и земного но у нас такое соединение если кто внимательный тоже конечно может проследить правда земного а то земного и грешного даже у нас по содержанию все-таки побольше но вот с этого земного как еженедельную повесть временных лет мы начнем если помните в прошлой программе мы показали вам репортаж о том как глава округа Станислав Третьяков лично инспектировал состояние некоторых домов которое судя по протоколам проверки его же подчиненными было представлено ему вполне удовлетворительным он на все посмотрел своими глазами и с предложенными оценками жилищной инспекции радикально не согласился настолько радикально что муниципальным контролером подписавшимся под всеми этими бумагами с положительными оценками якобы надлежащего состояния подвалов предложил уволиться сегодня тогда до 14 часов я жду заявление по собственному от всех сотрудников поэтому мы расстаем с вами дальше работаем уже как-то с другом составе и с другими требованиями ну не знаю остыл ли за это время глава администрации может быть случившийся тогда гнев сменил на великодушную милость но в понедельник на аппаратном совещании к этой теме он не только обратился вновь но и развил ее обращаясь с просьбой а скорее по моему даже с предупреждением не халтурить в работе и к другим своим подчиненным тоже то есть мое мнение скажем что у нас отдел манниспальные ващественного контроля tensions просто без контроля жители общественность если нужно общественный совет от голоса вентиляционная половилась виноте в том числе неоднократно говорили общественная палата том что у нас идет недоработка за день этого муниципально-жилищного контроля и те жалобы которые жизни ко мне приходят нам с проблемой когда и чаянием о том, что помогите нам, мы вводим все это в рот, вы разбираете сами свою управляющую компанию. То есть, та работа, которая на нас была возложена, и ту, которую мы должны были выполнять, по сути, выполнялась некачественно. То есть, тревожные звонки мы опускали, мы их не слышали, или, может быть, отрабатывали в полном объеме. То есть, моя оценка по этой ситуации, в частности, по отделу муниципального жилищного контроля, неудовлетворительна. Своему первому заму, Ольге Кротковой, как раз и курирующей блок городского хозяйства в администрации, тоже поручила ценить работу одного из своих подразделений, причем не откладывая это в долгий ящик. Ольга Николаевна выглядела на больничном в период этих проверок, поэтому я от вас на этой неделе жду оценки ситуации, как от руководителя подразделения, в котором это произошло. Причем оценка должна пройти до того, как эту оценку дадут правоохранительные органы по факту расследования служебного подлога. И, наконец, сказал то, что, видимо, после аппаратного совещания наверняка обсудят со своими сотрудниками и все присутствующие руководители других подразделений администрации тоже. Вот сейчас особенно, наверное, остро и актуально должен быть налажен контроль со стороны администрации, управления ЖКХ за работой отдела муниципального жилищного контроля, за деятельность управляющих компаний. Я не позволю никому относиться халатно к этому вопросу, я не позволю никому заниматься служебными подразделениями и, сидя за экранами компьютеров, писать гражданам отписки, что у вас все хорошо, в подвалах сухо и чисто, все убрано, и не беспокойте нас своими жалобами. То есть это моя позиция, я буду требовать ее исполнения от своих подразделений, не только от ЖКХ, но и вообще от своих сотрудников администрации. Но, видимо, почуяв, что двумя-тремя подвалами Третьяков может и не обойтись, собственники некоторых управляющих компаний объединились и подписались под открытым письмом губернатору, в котором пожаловались и на свою горькую жизнь, и на пугающие внезапные проверки лично главы администрации. Это и против власти, и против интересов жителей, говорится в письме. Ну, не знаю, как это против власти, может, и впрямь Третьяков против себя самого выступает, а вот чтобы это было против интересов жителей, это вряд ли. В предисловии к открытому письму говорится, что, мол, Третьяков такими своими действиями, то есть личным-то хождением по подвалам, да нагоняем своим подчиненным за недостоверную информацию и откровенный подлог, так вот Третьяков, мол, в результате таких-то действий напрочь потерял лояльность самого близкого для жителей бизнеса. Ну, то есть лояльность управляющих компаний, это для тех, кто упустил эту оригинальную мысль авторов письма и его аналитиков. Хотя вот мне кажется, что самый близкий, всем без исключения жителям бизнес, это продуктовый магазин. Он даже для граждан и вовсе без всякого жилья тоже самый близкий. Это он, господа политические аналитики, не лояльность всего бизнеса потерял, бизнес-то штука и вообще бесчувственная, а всего лишь напугал семерых начальников семи управляющих компаний, шести из которых он, кстати, и вовсе ничем не угрожал. А вот в народе своими походами по подвалам многоэтажек, так даже и напротив, со всей очевидностью, приобрел несказанную популярность и теперь вот нас звонками завалили жители с просьбами посетить вместе с Третьяковым подвалы и в их домах тоже. А еще и жалоб печатных на эти самые компании, написанные ими в разные инстанции, от прокурора и губернатора до президента и премьер-министра, натащили целую пачку. Это они, может быть, впервые и увидели реальные шаги со стороны местной власти в деле наведения порядка и качественного обслуживания жилья управляющими компаниями. Тут уж жители-то куда как сподручнее, да как раз и поддержат, по-моему, главу администрации, в его претензиях и к управляющим компаниям, и к своим подчиненным, на которые и те же жители в одиночку-то порой никакой управы найти не могут. А тут вдруг у них появился такой эффективный союзник. И губернатору от местного самоуправления в лице сети-менеджера нужны не приглаженные и лишь создающие видимость, тишь да благодать, как думают некоторые, пусть даже и накануне выборов, а реальные и не какие-нибудь показушные, а только на результат нацеленные дела. Сегодня, кстати, с руководителями управляющих компаний, среди которых, надо полагать, будут и подписавшие открытое письмо губернатору, Станислав Третьяков намерен встретиться за круглым столом. А по-моему, вот жаль, кстати, что за круглым столом в администрации, где все будут в костюмах и благоухать одеколонами всех фирм Европы и Азии. А вот лучше бы встретились они в подвале тех домов, где как раз и снимали мы на прошлой неделе те самые свои подвальные репортажи. И разговор шел бы куда как предметнее, и круглый стол закончился бы, думаю, значительно быстрее. Ну а для наших операторов картинка была бы редкой выразительности. Вот там бы и можно было поговорить о лояльности бизнесменов, управляющих компаний персонально к Третьякову. А можно было бы поговорить и о лояльности самих собственников жилья к обиженным бизнесменам в сфере ЖКХ. Вот потеря их лояльности, что-то никто сильно не дорожит. Но вот, как и обещали, кое-какие видеоматериалы сегодняшнего круглого стола с участием руководителей управляющих компаний и главы администрации, мы вам готовы сейчас представить. Вот что из главного звучало за этим столом. Круглый стол по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, совмещенный с пресс-конференцией, в таком формате прошла сегодня встреча главы администрации Станислава Третьякова с горожанами и журналистами местных СМИ. Главный повод для встречи – снять все вопросы относительно Координационного совета, призванного решить острые вопросы между собственниками жилья и коммунальщиками. Новая структура предназначена для того, чтобы не допускать повторения ситуации с МИАской управляющей компанией. В каком состоянии находятся обслуживаемые ею дома, недавно убедился не только глава администрации, но и телезрители, ставшие очевидцами проверки подвалов. По поводу жалоб, что были поданы по итогам этих действий, Станислав Третьяков высказался иронично. Можно сказать, поерничал. Зачем убрать проблему, когда можно начать писать заявление в полицию на действия главы администрации, который незаконно проник в подвал, сломал трубы, напустил туда в подвал нечистоты, завез мусор и мешает жителям жить. С собой мусора у меня не было, ломать трубы телефоном не очень удобно. Смысл постановления, что подписал глава администрации по итогам этих событий, предельно прост. Есть претензии к управляющей компании. Путь такой. Провести собрание и выбрать другую. Чтобы переходный период прошел безболезненно, услуги по содержанию дома окажет муниципальная компания. Как и следовало ожидать, управляющий МУКа Виктор Чурко попытался эмоционально вывести главу администрации. Получилось это, мягко говоря, не очень. Теперь вот я хочу вам сказать про Академию Капала-13, про тот дом, который вы лично проверили. У меня в руках его письмо от жильцов этого дома на губернатора. Вкратце могу сказать так. Руки прочь от нашего дома, наш дом обслуживает мятское управляющее. И вот они здесь пишут, что слабополучная канализационная труба была заменена мятской управляющей компанией осенью этого года. Лично при нашем участии. И здесь стоят подписи жителей этого жилка. Вот это один момент. Я спускался неоднократно в подвал. Я работаю в мятской управляющей компании. Видимо не в этом подвале, потому что, понимаете, отрицать очевидные вещи, что труба лопнула, да, что из трубы бежит и вокруг все залито. И говорить о том, что у нас есть некая бумажка, где все написано хорошо. Ну, что называется, знаете, вот ваши бумажки против тех бумажек по факту мы имеем затопленный подвал. Дальше оскорбленный в чувствах спорщик принялся интерпретировать постановление главы администрации, утверждать о имевшем месте нарушение прав жителей. Но и здесь столкнулся с невозмутимым ответом. Мы обеспечиваем жителям гарантии того, что у них будет чисто, сухо и убрано. И мы не будем заниматься тем, что вести с вами переписку и просить вас исполнить свою работу, за которую вы получаете деньги с населения. Когда будете исполнять ее качественно, мы вам помогать не будем. Сроки и порядок проведения общих собраний будут заранее обнародованы на сайте администрации. Это для того, чтобы жители могли спланировать время и определиться с позицией. Зная дату, и управляющие компании смогут взвесить возможности и перейти к собственникам с конкретными предложениями. Вроде бы все яснее ясного, если не подменять заботу о жителях, собственными бизнес- или политическими интересами. Они проявились, когда начал тянуть руку Алексей Сафонов, экс-вице-мэр Чебаркуля, как представил его Станислав Третьяков. В средствах массовой информации, в сети интернет я прочитал ваше выражение, о котором вы говорите, что коммунальщики или руководители коммунальных предприятий подписали открытые письмо губернатору только после того, как Сафонов Алексей запугал их. Они здесь присутствуют, они могут ведь об этом сказать. Действительно ли вы это написали, первый мой вопрос к вам, и второе, планируете ли вы извиниться? Если бы ваша замечательная деятельность в Чебаркуле была столь успешной, как вы умеете задавать вопросы, я бы, наверное, отвечал вам, да, что вы действительно хорошие, объясняю. Это ложь или все-таки это не ложь? Планируете ли вы извиниться? Алексей Павлович, я еще раз говорю, я извиняюсь перед людьми, если я что-то сделал не так или кого-то обидел. Значит, гражданина Сафонова я, знаете, никогда не обижал, и более того, те судебные иски, которые мы выиграли, и не дали вам приобрести 19 гектаров земли. Тут все было налицо, один собеседник все больше распалялся, в то время как отвечающий был хладнокровен. Диалог даже не требует дополнительных комментариев. Вы, пожалуйста, да или нет? Я хочу ответить, как управляющий компанией «Уралселес». Я являюсь соучредителем. Полоночью Андрею Павловичу никто такие на подпись не давал. И он заблуждался. И то, что его опанули, в том числе сказали, что приедет глава администрации, это был факт. Я эти слова предупреждаю. Я хочу услышать, что как глава администрации, что не более того. Вам ответить, то есть информация о СССР в действительности, перед вами извиняться я не буду. Нет. Так, то есть информация, которая написана в средствах, вернее, в интернете, она это правдиво? Да. Присаживайтесь. Вы не будете. Присаживайтесь, я сказал да и нет. Присаживайтесь. Да, все, я еще не закончил. Ну, Алексей Павлович, сегодня не ваш. Вы не слышите, Алексей Павлович, прежде чем что-то лицемерить, вы заплатите в бюджет МИАСКОГО больше двух миллионов рублей, которые вы должны по решению суда, но вы их упорно не платите. Заплатите, а потом будем лицемерить. Хорошо? За жаром дискуссий с политическим подтекстом чуть было не забыли о сути сбора, а именно о начале деятельности Координационного совета, смысл создания которого объяснил Сергей Портной. Это могло произойти в сферах жилищно-коммунального хозяйства. Это та равновесная система, которая имеет три основных, будем говорить, параметра. Это интересы жителей, интересы бизнеса и нормативно-правовая законодательная база. Кто имеет какое-то отношение к ЖКХ и в этой сфере работает, могу честно сказать, совместить и решить три единую задачи достаточно сложно. Обозначил руководитель Координационного совета и конечную цель его работы, в которую должны быть вовлечены максимально широкие массы. При таком раскладе, по мнению Сергея Портного, система ЖКХ будет находиться в равновесии, что позволит избежать дальнейших скандалов. Дата первого заседания уже определена 26 февраля. Кстати, недавно, тоже на аппаратном совещании, было вручено благодарственное письмо председателю сельхозкооператива Черновской Владимиру Александрову. Этот крестьянский коллектив сегодня один из лучших в области, что и подтвердил своим таким же благодарственным письмом еще и лично министр сельского хозяйства Южного Урала. Ну и как же нам было в столь тревожные времена, где только и разговоров, что о кризисе и росте цен не отправиться в смородинку и не поговорить с Владимиром Александровым лиснем. Побывали мы вместе с ним на молочной ферме, где под внимательным наблюдением дольных коров механизаторы отгружали на поля слегка перегнивший навоз. Коровы не торопясь жевали овсяную солому, механизаторы грузили, а председатель рассказывал нам о весенних видах на урожай картофеля, производство которого в этом году здесь, по словам Владимира Александрова, намерено увеличить аж в три раза. Для чего и натуральные органические удобрения уже вносят на поля полным ходом, разбрасывая навоз по ослепительно-белой поверхности февральского снега. Разговор с Владимиром Александровым – это всегда даже не интервью в чистом виде, а скорее любопытные размышления вслух человека, который предан селу и сельскому хозяйству настолько, что в какой-то иной роли мне вот откровенно уже и представить его трудно. Поэтому и вопросами я обычно перебиваю его редко и предпочитаю больше слушать. Вот некоторые фрагменты нашего разговора с Александровым, после которого, мне кажется, слова «молоко», «картофель» и «хлеб» нужно писать исключительно с прописной буквы. Владимир Николаевич, ну вот мы услышали о последних всех наградах ваших и вашего предприятия тоже, и понимаем, что вы, как крестьянин, немножко со своим крестьянским лукавством, наверняка еще и снисходительно и иронично ко всем этим наградам относитесь. Но вот это ваше последнее ответное выступление на аппаратном совещании, немножечко и с юмором, и в то же время с такой глубокой крестьянской болью, мне кажется, прозвучало, что мы не можем к вам не обратиться вот с каким вопросом. Вот понятно, что сейчас кризисный период, о нем говорится в самых жестких определениях. На первом месте стоит еда, но по отношению к нашей индустриальной области, наше руководство на Урале, понимает весь трагизм того, что происходит здесь в сельском хозяйстве на Южном Урале, или может мы и сами краски сгущаем излишне? Что происходит? Мы с 92-го года начали всей страной катиться в пропасть. В 10 раз у нас в области сократилось поголовье коров, в среднем в России в 3 раза, а у нас в 10 раз. То есть мы в этом плане, в негативном, обогнали всю страну. Но все-таки вернемся к сегодняшним обстоятельствам, сегодняшних экономических обстоятельств, в которых пребывает сельское хозяйство в том числе. Но все-таки для вас кризис – это слишком угрожающее что-то? Реальное или очередное обстоятельство, которое вы не первый раз в своем хозяйстве переживаете? Этот кризис был предопределен, а если генетическую память свою вспомнить, допустим, ну память моих дедов, внуков, ну не дедов, не внуков, дедов, прадедов и так далее. Вот в 21-м году был декрет о земле. Вот в 20-м году написан декрет о земле, где было написано… 21-й год еще известен своим знаменитым голодом в стране. Декрет 18-го года, они говорили сразу, декрет о земле. Вся помещичья собственность на земле отменяется немедленно, без всякого выкупа. Весь инвентарь отобирается. Это был 17-й, 18-й год. В 21-м году был голод в России, да? То есть политические решения предопределили экономические проблемы. Сегодня я совершенно уверен в том, что нам, крестьянам, которые трудятся на земле, никогда, скажем, не будет какой-то там привольной, богатой, спокойной жизни. Мы все время будем преодолевать трудности ради страны великой. Поясняю, сегодня еще раз мы говорим, что у нас в стране есть приоритеты. Ну вот, допустим, бюджет, он показывает ясно эти приоритеты. Куда же тратятся деньги государственные? Они образуются в том числе из наших налогов, все мы пополняем бюджет. Газ продаем, нефть, крестьяне налоги платят, металлурги и так далее. Получается все в бюджет. А из бюджета деньги тратятся. Сколько туда приходит, столько и тратится. Ну, как правило. На село тратится 1% в России. А надо, на ваш взгляд, надо? В историческое время, 20 лет назад, тратилось 5% при советской власти. Когда государство было сильнее. В Европе сколько тратится? 50% бюджета Евросоюза тратится на сельское хозяйство. Интересная цифра. Можно сказать, эта цифра просто потрясающая. 50 раз больше. Скажем так, на еду. На продовольственную безопасность и на поддержание собственного производства продуктов питания в стране. Кто-то это называет продовольственной безопасностью, кто-то называет самообеспечение продовольствием и так далее. Но сегодня мы видим Германию, умные люди, Италия, Франция. 50% всего бюджета тратят на поддержку села. А вот если наш житель зайдет в магазин, в какой-нибудь слон в мясе в центре, пройдется по продуктовым рядам, да у него нет никакого ощущения, что голод приближается. Там такое изобилие. Будь здоров. В советские времена такого отродясь никто не видел. Всего полно. Вот как к этому отнестись? Как на фоне того, что у нас есть в продуктовых магазинах, можно рассуждать о кризисе? Вот как убедить, что это не так все, что это какими-то тревожными интонациями можно озвучить? Вы, Михаил, правильно сказали. Человек может прийти в магазин и увидеть. Вы не сказали, может прийти в магазин и приобрести себе. Приобрести. Увидеть и приобрести. Это совершенно разные вещи. Я могу увидеть, как кто-то едет на Мерседесе, но я не могу приобрести Мерседес. Я могу увидеть, как кто-то летает на самолете или плавает на яхте, но я не могу это себе позволить. Также сегодня россиянец, среднестатистический, он может прийти в магазин и посмотреть все, что там есть. Он даже может потрогать, взять пакет в руки с молоком и поставить его обратно. Почему? Потому что это ему сегодня непосредство. То есть, в принципе, человек солнце получает бесплатно от Всевышнего Создателя. Воздухом дышит без ограничения. В Туркмении вода бесплатна, соль бесплатна. Коммунальные услуги бесплатно. В Туркмении, где пустыня, Каракум, больше ничего нет, кроме газовой трубы. И продовольствие для человека, с моей точки зрения, так же, как вода, и продовольствие должно быть бесплатно. С моей точки зрения. Очень оригинальная мысль. А как же тогда к крестьянам-то жить? Коммунисты к этому шли. Другое дело, что труд крестьянина должен иметь стоимость. Он должен, крестьянин, за свой труд приобретать какие-то трактора, машины, детей своих, образование детям давать, лечиться и так далее. Мы говорим о другом. Для массового потребителя хлеб не должен являться проблемой приобретения. То есть, голодных людей в стране не должно быть. Молоко должно быть всегда всем доступно. Столько, сколько хочешь, пей, пожалуйста. Мы примерно в это время выросли, когда мы были в школе, нам стакан молока всегда давался. В пионерлагерях мы его пили, сколько хотели. Молоко раньше это был обязательный атрибут школьного питания в советское время. Почему мы выросли такими? Мы выросли такими относительно здоровыми, образованными людьми. Было хорошее образование, достойная медицина в советское время. А сегодня мы видим многие вещи, которые нас напрягают. Ну да. В разных отраслях, да? Не будем об этом застряться. Мы говорим сейчас о сельском хозяйстве. Поэтому кризис предопределен. Теперь что нам быть? Ждать, сидеть спокойно, сложить руки. Что нам делать? Да. Ну, как бы, скажем, метеорит прилетел неожиданно, его никто не ждал, и он улетел неожиданно. А кризис к нам пришел очень ожидаемо. Для меня это было, я с точностью до минуты мог просчитать, когда это произойдет. Но кто предупрежден, тот вооружен. Да, да, да. И сегодня кризиса, как такового, нет. Его нет вообще, в принципе. Что такое кризис? Это сегодня время переосмысления того, что происходит. И, может быть, подверить свою позицию развития. Но сегодня мы понимаем, что нас хотели накормить с ложечки. Наши друзья на Западе. Отучить нас работать на земле. Прикормить с ложечки. Прикормить с ложечки. Насадить червячка на крючочек. Но сначала просто, вот как на рыбалку идут, сначала просто в луночку сыпят мормыш и мотыль. А потом насаживают крючок. Так вот, нам насадили уже крючок. Мы вовремя распознали, что вот этот червячок хвостиком, который машет для нас, это не манная небесность неба. То есть надо самим этого червячка зарабатывать. Землю копать надо. Оттуда червячка доставать надо. Тогда он без крючочка. А когда тебе он сверху падает через луночку, это с крючочком. Тебя потом кверху потянут за верхнюю губу и положат на сковородку. А Россию потянули уже туда. И мы сегодня видим, нам надо армию реформировать. Про здравоохранение мы вообще молчим, много чего надо делать. Сельское хозяйство сегодня, осознание в стране прошло. Внешняя такая вот ситуация сложная, она нас вплачивает. И спрашивают таких людей, как Владимир Николаевич, а что же делать в этот трудный период времени? Как нам последние финансы рационально использовать? Пришло время Владимира Николаевича, вы видели, сделали сегодня, помощником главы администрации по вопросам сельского хозяйства. Раз в год я могу выступить, допустим, на каком-то аппаратном совещании. Но пока еще Владимир Николаевича слушает, ну как просто, послушали и хорошо. А Владимир Николаевич говорит, что надо уже строить в городе картофельные склады. Овощи, базы, надо готовить прием урожая следующего года. Мы сейчас с вами пойдем на поля, мы навоз вносим сегодня на поля. С этих же полей, которые вас окружают. С этих же полей мы для себя в этом году закладываем задачу в три раза больше произвести картофель, чем год назад. Для этого мы сегодня денно и ночь натрудимся на полях. Вносим весь навоз, который раньше выбрасывали, скажем так, бесконтрольно. Их брали все, кто хочет. Так вот сегодня, зная, что то удобрение скользкого полуострова, которое принадлежит Ходорковскому, оно уйдет мимо нас. И об этом никто в стране не позаботится. Не знаю почему. А нам надо весь навоз, который от коров происходит. Мы в коров много вложили. Мы его сегодня внесем на поля и вырастим чистую, хорошую картошку, которую каждый горожанин либо себе у нас заготовит осенью по дешевым ценам. И зимой будет жарить картошку, смотреть на телевизор, где будут рассказывать о кризисе. А он у себя откроет подполы и посмотрит, как картошка у меня есть, огурцы у меня соленые есть, капуста квашеная есть. Грибов я в лесу насобирал и как-нибудь еще там яйца, курица, там бог с ним проживу. А другие-то люди, которые будут слушать только один телевизор, что у нас кризиса не будет, он временный. И сегодня пойдет прокурор, допустим, в магазин и скажет, да, цены выросли, но я вот сейчас ему укажу, чтобы они больше не росли. Проведет наш губернатор совещание очередное о недопустимости роста цен. Это мы сделаем на уровне МИАСа, заседания, комиссию, коллегию проведем и скажем ценам стоять. Или лучше еще упасть обратно, а этого не произойдет. А этого не произойдет. Все, потому что топливо дорожает, электроэнергия дорожает. И крестьянам надо сегодня вот такие вещи вручать раз в неделю за то, что вообще они трудятся, доят коров и так далее. Их сегодня труд недооценен. Они сегодня герои отечества, те, которые еще сохранили своих коров, когда все вокруг их зарезали. Вот это сегодня осознание приходит. Но когда... Они герои отечества, они герои человечества. Человечества, совершенно верно. Так вот сегодня Россия 10% своей пахотной земли должна привести в цветущий вид и кормить как минимум 10% населения всей, ну допустим, всего земного шара. А мы сегодня сами себя обеспечить не можем, хотя составляем 2,5% от всего человечества. Сегодня должно качество власти измениться на всех уровнях. И власть должна быть от народа и для народа. А где же взять такую власть, которую вы нарисовали, уж больно она идеальна, необходимая, она идеальна. Она сама по себе появится. Где персона твоя. Она сама по себе появится. У нас сегодня сильных личностей в стране много. Но они не являются... Они не мечтают попасть в властные кабинеты. Они туда могут пройти вопреки себя. Они не хотят. То есть самореализоваться сегодня можно на земле, на заводе, на пароходе. Быть летчиком, космонавтом можно самореализоваться человеку сегодня, даже в условиях кризиса. Даже еще интереснее сегодня самореализоваться. А когда ты во власть придешь, с одной стороны, непонятно, там вроде бы какой-то бюджет уже есть, не тобой созданный. И ты плывешь по течению. Там один закон, другой закон. Ты в рамках, ты ходишь на работу, галстук поправляешь, проводишь совещание. И это пустое сотрясание воздуха. Ты ничего изменить не можешь. Ты видел, что это было до тебя. И говоришь, ну денег нет, вот сейчас кризис, как будут деньги, мы что-то изменим. И человек внутри себя преодолевает кризис. И он уже потом перестает работать для народа. Он начинает работать на псевдопоказатели. Говорят, ВВП растет. Какой ВВП где растет? Народ беднеет на глазах, меньше кушает, меньше живет, хуже лечится. Какой ВВП где растет? Стратегии 20-20, ВВП даже в 2,5 раза преувеличить хотят. Увеличить хотят ВВП. Это непонятное понятие. Надо на душу населения, сколько человек, есть мясо, молока и так далее. Вот это конкретные вещи. О них никто не говорит. Почему нет стакана молока в школе до сих пор во всей стране? Я этого не могу понять. Мы своих детей губим по пси-колы. Сосисками в тесте. Сегодня все концентры у нас перезабиты. Все остальное. Вирусы идут. Вот почему сегодня закрыли на карантин весь Челябинск. Вирусы. Какие вирусы? На улице минус 8 градусов температура. Какая экология у нас? Какой иммунитет детей? Чем мы их кормим, поим? Без стакана молока в день? Или без мороженки? Или там без твороженки? Нельзя молодому организму сформироваться. Из него ничего не получится. Из него не будет ничего. Сегодня мы эти вещи простые решить не можем. Стакан молока ребенку. Все. А мы говорим о высоких каких-то понятиях. Что мы сверхдержава. Мы ответ дадим какой-то западу. Ну что, не дадим и не решим? Пока не научимся детей наших правильно поить молоком. Вот. Сегодня как бы это дело. И относиться к земле и к христианину? Относиться к христианину так, как положено. И пока во власть не придут те люди, которые от народа и действуют для народа, у нас Россия будет в этом кризисе находиться бесконечное число времени. А в качестве жизнеутверждающего постскриптума к этому интервью возьмем слова самого Александрова, которыми он определил кризис. Помните, что он о нем сказал? Да нет, мол, никакого кризиса. Кризис – это всего лишь переосмысление происходящего вокруг. Нет, вы как хотите, а вот в этом, по-моему, что-то есть. Теперь за оптимизмом и жизнеутверждающим настроением буду обращаться не к музыке и литературе, а, пожалуй, ездить в Смородинку на разговор с Александровым. На днях Институт социально-экономических и политических исследований опубликовал свой очередной выпуск рейтинга самых перспективных действующих политиков и новых лиц на российской политической сцене. По мнению участвующих в его составлении экспертов, эти люди могут претендовать на победу в думских выборах уже в 2016 году. В первую сотню таких персон вошел и ныне действующий действующий депутат Государственной Думи, лидер южноуральских справедливоросов Валерий Гартунг. Его позиции оцениваются как одни из самых стабильных. И это при всем том, что Валерий Гартунг, как известно, один из самых последовательных критиков действий правительства Дмитрия Медведева. И на все процессы, происходящие сегодня в российской экономике и промышленности, имеет всегда свой особый взгляд. Что он и подтвердил нам в своем интервью во время своего визита в МИАС на минувшей неделе. Известный своей напористой и оригинальной манерой общения с журналистами перед самым эфиром в студии радио «Шансон МИАС» он и нашу свободу слова захотел испытать на прочность, предложив нам поставить в качестве музыкальной паузы одну из последних песен Андрея Макаревича. Ну, сами знаете почему. Здесь слова, которые, может, в какой-то степени характеризуют отчасти и нашего собеседника тоже. На прошлом и настоящем отныне одна печать. Ах, как неудобен молчащим тот, кто не сумел смолчать. Смолчать не хватило силы, а им-то хватило сил. Ну, что ты распелся, милый, ну, кто же тебя просил? Экономика мировая идет в гору. Да, снизились цены на нефть, но от этого пострадали только часть нефтедобывающих стран, и больше всего пострадала Российская Федерация. Зато большинство стран мира выросло, выиграло от этого, потому что выросли темпы роста экономики. Вот. И в целом ситуация в мире неплохая. Ну, если не считать вот этого конфликта, который у нас, у наших соседей на Украине, вот, если сирийского конфликта не касаться, а так, в целом, я думаю, что мир-то живет, идет, нормально развивается. А вот у нас проблемы серьезные в России. И связаны они не с последними событиями, не с Украиной, и не с ценами на нефть, как нам пытаются представить федеральные каналы. А связано это прежде всего с некомпетентными и неграмотными действиями правительства Российской Федерации, которая почивала на лаврах все годы, все 15 лет, когда были высокие цены на нефть, и ничего не предпринимала для устранения зависимости российской экономики от цен на нефть. Угрозы у нас совсем не внешние, а внутренние. Не внешние, а внутренние угрозы, вот, просто внешние угрозы, когда упали цены на нефть, и это совпало еще с санкциями из-за Крыма, да, то вот эти недостатки работы правительства, ошибки правительства обнажились, и денег не стало достаточно, чтобы покрывать эти ошибки. И поэтому сейчас все это обнажилось и вскрылось, и оказалось неожиданным. Подождите, а вот то, что упали цены на нефть, а это как раз не является ли одним из видов этих санкций, как вариант всех этих санкций, продолжением санкций? Это большие глупости, потому что цены... Ну, преподносят так? Ну, преподносить можно все, что угодно, знаете, можно любую сказку сочинить, которая бы оправдывала бездеятельность российского правительства и переводила стрелки на Запад, что вот кровавые империалисты со всех сторон окружили Россию, задушили санкции, и поэтому мы плохо живем. Но никто же не признается, что российское правительство, имея огромные доходы, триллионы долларов за 15 лет получило от продажи нефти и не удосужилось поменять структуру российской экономики. Китай 30 лет развивался, развивал свое машиностроение, а мы 30 лет проедали нефтяные запасы, нефтяные доходы. Кстати, напрасно думать, что Гартунг единственный, кто так может позволить себе резко критиковать правительство, даже сегодня, когда вроде бы всех призывают к единству и звучат уже традиционные для таких случаев мантры, не стоит, мол, раскачивать лодку. Нет, некоторые интонации Гартунга в нашей студии, по-моему, вполне совпали с интонацией президента в разговоре с членами правительства и, в частности, с министром транспорта. Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Значит, правительство чем занималось? Вот когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменения взаимоотношений между регионами и РЖД, мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов в предыдущие годы, был график выстроен на работу, значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Секундочку. Мы понимаем, насколько это серьезно. Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже несерьезный подход к делу. Это же касается тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще два месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Женезнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно, с гарантиями, соответствующими РАО и РЖД, регионам по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь формального решения и провода через парламент или через даже решение правительства каких-то вопросов. Здесь тоже определенные процедуры должны быть. В оперативном способе нужно восстановить движение пригородных поездов. Хотя вот, несмотря на резкую критику действий федерального правительства, положению дел в Челябинской области и в МИАСе, в частности, Валерий Гартунг поставил вполне оптимистичные оценки. Ну а как первый заместитель главы Думского комитета по промышленной политике, вполне профессионально и со знанием дела оценил перспективы автомобильного завода «Урал». Я думаю, что в Челябинской области и у МИАСа, кстати, очень хорошие перспективы. У МИАСского автозавода, у Уральского автозавода очень хорошие перспективы. Я считаю, что вот сейчас при снижении курса рубля, Уралас, ну, если процентные ставки снизит правительство, да, и Уралас может занимать там, и его покупатели смогут под 8-10% годовых покупать, я думаю, что Уралас может как минимум удвоить продажи на рынке свою продукцию, удвоить. Ну все, кто сейчас за рулем слушают радио «Шансон» и слушают выступления депутата Госдумы Валерия Гартунга, может быть, облегченно вздохнули и с оптимистичным взглядом завтра придут к себе на работу на главные конвейеры Уральского автомобильного завода. Во всяком случае, я вижу, что Уральский автомобильный завод готов к тому, чтобы свою нишу на российском рынке расширить. Главное, чтобы наше правительство не только не помогало, но хотя бы не мешало ему. Вот проценты ставки надо снизить, потому что ведь автомобиль – это инвестиционный товар, грузовой автомобиль, не легковой, а грузовой автомобиль. И для того, чтобы его купил бизнесмен, ему где-то деньги нужно взять. Лизинговые компании должны начать работать, но если ставки лизинга на 30%, ну кто, какой автомобиль кто купит? Он никогда его не отобьет, он какие цены за перевозку должен брать, понимаете? А перевозок все меньше и меньше, если экономика падает. Поэтому нужно снижать ставки, поддержать потребителя. А Уральский автомобильный завод готов, у него очень хороший продукт, конкурентоспособный, они развиваются. И я думаю, что они вполне могут серьезно увеличить свою долю. И вот еще пару слов скажем тем иностранным гражданам, которые приезжают к нам из стран с безвизовым режимом. А таких у нас в округе, согласитесь, совсем не так мало. А по весне-то, надо полагать, в их рядах еще и прибудет. Так вот, с 1 января 2015 года для работы у юридических и физических лиц они должны будут получать специальные патенты. Таким образом, будет устранена действовавшая несколько лет квотная система. Сейчас добавилось, иностранный гражданин обязан, кроме всех заявлений, фотографий, квитанции об оплате, пройти МИД-комиссию. С нынешнего года, согласно новым поправкам, разрешение на работу будут получать только иностранные граждане, прибывшие в порядке требующим визу. А все остальные иностранцы из ближнего зарубежья, которым виза для въезда в Российскую Федерацию не требуется, смогут получать патенты и работать с ними в любых компаниях и на любых предприятиях. При этом необходимо получать соответствующие для работы у юридических или физических лиц патенты. А для этого необходимо приобрести еще и некоторые знания русского языка и подтверждающий эти знания специальный сертификат. Также нововведением в этом году стало получение сертификата о знании русского языка и основ истории Российской Федерации. То есть гражданин приходит в учреждение, которое принимает экзамены, сдает экзамен. По истечении 10 дней, если он прошел экзамен, сдал положительно, ему выдается сертификат. Вот с этим сертификатом он приходит к нам уже подтверждая свое знание. Такой сертификат, подтверждающий иностранному гражданину необходимый минимум знаний русского языка и истории России, кстати, тоже можно приобрести и в МИАСе. У нас в городе, значит, в МИАСе есть филиал ЮРГУ 8 июля 10, вот там принимают именно экзамены. В Челябинске больше в учреждении, там и Челябинский государственный университет, и ЮРГУ, и еще много нескольких организаций, которые принимают. То есть у нас в МИАСе только одно. А еще одно нововведение коснется тех граждан иностранных государств, которых мы привыкли видеть торгующими на рынках или в уличных палатках. То есть иностранные граждане, даже если имеют патент, они не имеют права торговать на рынках либо в палатках. Вот сейчас такая ситуация. Кроме того, в новом законе прописано, что в случае приобретения нового документа отсутствует необходимость выезда за пределы Российской Федерации по истечении одного года со дня въезда. Иностранный гражданин может по истечению срока действия своего патента, полученного после 1 января 2015 года, продлить его еще на один год. Но уже по истечении второго года выехать из России ему все-таки придется. Нынче так случилось, что именно первая неделя февраля стала богатой на школьные юбилеи. Да еще какие! Сегодня, например, во дворце автомобилестроителей свой 50-летний юбилей отмечает школа номер 13. А в субботу в 16 часов будет ждать гостей 35-я школа в Атляне и исполняется ровно 80. Ну и, наконец, старейшая среди всех школа с первым порядковым номером тем же субботним днем, но в 14 часов отметит 115-летие. О первых двух юбилярах, которые я уже назвал, мы расскажем на будущей неделе. Ну а вот о школе номер один уж по старшинству мы расскажем сегодня. И сделает это ее выпускник, главный редактор областного телевидения в МИАСе Дмитрий Скляров. Ровно 115 лет назад буквально на этом месте находилась прогимназия, предшественница школы номер один. Время не сохранило это здание, как и фотографии основательниц прогимназии, сестер Романовских, но осталась дата в истории. Когда в 1900 году открывалась прогимназия, предшественница нынешней первой школы, прадедушки и прабабушки современных учеников или только появились на свет, или не родились. На стыке 19-го и 20-го веков МИАС городского статуса не имел, именовался МИАСским заводом. Еще одна историческая деталь. Сейчас район школы номер один практически окраина, где 30 лет назад закончилось многоэтажное строительство. Как раз ради последней из возведенных серой типовой пятиэтажки снесли бывшее здание волосного управления. Читай по-современному мэрии. Оно располагалось напротив учебного заведения, и улица дала название «Волосная». Теперь и от названия улицы следа не осталось, и облик первоздания можно видеть только по уцелевшим фотографиям в музее. Нет представлений о том, как выглядели основательницы школы, сестры Лидия и Надежда Романовские. Были скромными и пропали в послереволюционные лихолетия. Школа в начальный советский период пережила несколько преобразований. И, вероятно, только благодаря старым учительским кадрам не забыла о корнях. Потому и держим мы сейчас в руках редкие документы вековой давности и чувствуем дыхание истории. Так, но уникальность их вообще невозможно переоценить, потому что это подлинная фотография выпуска, первого выпуска 1903 года. Вообще самый первый выпуск, да? Самый первый выпуск нашей гимназии, это была еще прогимназия, потому что город не имел статуса города, это был только Миавский завод. И вот, посмотрите, первый выпуск женской прогимназии Романовских. Здесь сверху мы видим портреты тех педагогов, которые работали, в том числе Ольгу Гавриловну Мощевитину, директора нашей гимназии, первого. И мы видим фотографии Николая Петровича Сементовского, настоятеля храма Петра и Павла, который вел у нас здесь закон Божий. Ну а внизу мы видим фотографии девочек. До начала 60-х годов школа жила на два дома, но в 1962-м получила щедрый подарок – новое трехэтажное здание, которое занимает до сих пор. В те времена расцвет социализма со всеми характерными для него приметами. В альбомах, самому старому из которых полвека, по решению парт-организации школы вели летопись событий. Не на компьютере печатали, писали от руки, каллиграфическим почерком, с желанием выполняли партийные поручения или нет, какая разница. Свидетельства о канувшем в лету советском периоде бесценные. То есть все, что можно было сохранить по истории, все это велось в летописях, все это записывалось, складывались фотографии. Вот, пожалуйста, почетные грамоты 71-й. Потом у нас продолжение таких книг у нас 6 штук. Ошибочно думать, что все в то время было основано на восхвалении действительности. В меру необходимости и дозволенного, конечно, находилось место и для критики. Вот я просто хочу вам показать одну страницу. Меня всегда восхищает. Вот традиция не сохраняется во всем, в том числе и плохие традиции. Вот, пожалуйста, посмотрите, 56-й год, вредные традиции о том, что медики во время уроков забирают детей без согласия учителей, без согласования с администрацией и так далее. Ну вот сейчас у нас уже 15-й год, но вот так у нас это и продолжается. Наверное, и тогда не обходилось без внутренних конфликтов. Какой коллектив без этого? Но если в виде художественных образов и выносили личные отношения на публику, то по-доброму. Здесь есть дружеские шаржи, сатира, юмор и в адрес завхоза, и в адрес техничек, и сами учителя друг друга, в общем-то, таким образом. Это посвящение к дню рождения, кто уходит на пенсию. В музее, даже если он занимает три комнатки бывшей учительской квартиры, можно задержаться надолго. И туда через некоторое время мы вернемся. А теперь в знакомые, хоть и 30 лет прошло с момента окончания, классы и коридоры. Идешь и поневоле отмечаешь изменения. Или то, что сохранилось, как в кабинете биологии, где по-прежнему трудится твоя учительница. Кое-что было, кое-что изменилось. Это хорошо. Есть вечные ценности? Да. Перед Людмилой Александровной Валявиной за 40 с лишним лет прошло не одно поколение учеников. Почти все они из первой школы. Были в биографии еще две до этого, но совсем ненадолго. У нас здесь все хорошо. И сама атмосфера школьная. Помещения, кабинеты, оснащенность. Учителя, которые работают в этой школе. Мне вообще-то посчастливилось, так можно сказать, работать среди таких людей добрых, отзывчивых. Внимательных, талантливых, инициативных. Разница в опыте и взглядах на жизнь не мешает точно так же думать и молодому поколению учителей. Юлия Панина, выпускница первой школы 2006 года, тоже при первой возможности пришла работать в родные стены. И не похоже, чтобы пожалела. Ну, когда предложили мне прийти в мою родную школу, я согласилась, потому что это родные стены, родные учителя, с которыми всегда приятно увидеться, пообщаться, помогут в работе, подскажут. Наметанный глаз подмечает, что некоторые кабинеты поменяли свое расположение. Даже начальные классы, потому что их много, занимают не только первые, но и часть второго этажа. На месте мастерские, где в прежних интерьерах получают первые трудовые навыки ученики. И спортивный зал никуда не переехал, там на уроки выполняют все такие же беговые упражнения. В коридорах на перемене оживленно, и так сразу не поймешь, чем же отличаются нынешние шкалеры от нас. Старания как-то к учебе у них стало поменьше, чем было. Раньше как-то дети старались услышать больше, запомнить больше. Сейчас дети хотят сами, но не дослушивают то, что им говорят на уроке. Были большие сомнения пойти в школу, я очень долго сомневалась. Но в итоге мои сомнения ушли прочь, я пришла в школу и стала работать. И уже работаю не так давно, но меня все устраивает. Дети очень радуют, оценки получают разные, но надеемся на лучшее. На 860 учеников приходится 52 педагога. У всех, за исключением новичков, высшие первые категории. Это как раз не удивительно, а то, что половина педагогов-выпускники первой школы – ее отличительная черта. Честно говоря, я не думала о том, что я проработаю здесь столько времени. Но я понимаю, что наша школа – это такой организм, что вот если пришел, здесь нет случайных людей. Или ты пришел и ушел отсюда очень быстро, или ты пришел и остался в нашей школе навсегда. Если жизнь не разлучила со школой, то раз в 5 лет на юбилеи в нее слетаются, съезжаются и сходятся выпускники прошлых лет. Эта традиция живет с начала 40-х годов. Актовый зал школы. Пока, как видим, пустой. Здесь заканчиваются последние приготовления к юбилею, а завтра будет очень многолюдно. Пока идет спевка, актовые залы школа мало-помалу обретают тот вид, который у них будет в юбилейный день. Коллектив в школе женский, понятно, что все хлопоты падают на хрупкие плечи. Впрочем, не такие уж они и слабые, если управляются с мужским инструментом. Около 400 учителей работала в школе с 1962 года, времени, когда она переехала в это здание. Все фамилии, конечно, неизвестны, но есть учителя, которые преподавали у меня лично. Есть даже и родственники, что очень приятно. Схожие эмоции при посещении своего самого первого класса. В нем по причине высокого роста занимал место обычно с краю, но на первых партах. Это уже из-за слабого зрения. На свое место, к счастью, оказавшееся свободным, сел и теперь. Юбилей – это еще и хорошая возможность побывать в своем классе, где проходил обучение первые три года. Конечно, обстановка сейчас здесь немножко другая, и парты не те, и стулья немножко не по размеру. Но, тем не менее, атмосфера приятная и знакомая. Да, времена ушли далеко, и не только парты малы, но и атрибуты ученические сейчас совсем другие. Портфели, перышки, запас чернил и туши, старинные тетрадки, счеты, пеналы, контурные карты, аттестаты, телефон, печатная машинка. Все это теперь музейные экспонаты. Вроде бы пользовались недавно, а теперь это добро едва ли не с чердаков приносит. Только бы сохранить хоть в одном экземпляре. Как современные дети рассматривают счеты и прочие, принадлежности которых сейчас нет? С интересом, это интерактивные у нас экскурсии, поэтому мы детям позволяем и посидеть за партой, пописать этими ручками, им очень нравится, настоящими чернилами. Они листают тетради, они пытаются поиграть со счетами. В форму тех времен дети не хотят нарядиться? Вот вы знаете, старшеклассницы, вы можете даже пройти по школе, у нас несколько старшеклассниц сознательно ходят в этой форме. Вот в том году у нас был девятый класс здесь, и они говорят, вот в такой форме мы бы ходили. Любой из нас много бы отдал, чтобы оказаться хоть на день в той самой форме, или испытать трепет от того, что спросят, а ты урок не доучил. Но годы с плеч не сбросишь. Посему остается лишь письменно выразить благодарность школе, учителям, друзьям, что были рядом. За кафедрой своей учительницы математики, как не оставить памятную надпись в книге посещений. Любимой школе, помню, счастлив, что она была в моей жизни. Желаю много-много юбилеев. 3 февраля 2015 года. Дмитрий Скляров и стоящий за камерой Александр Лядов. УТВ МИАС. И вытираем чернила. Ну вот на этом все. В самом начале мы сказали вам несколько слов о Борисе Пастернаке, которому исполняется 125 лет. Закончим тоже словами о нем и его сложной и необычной судьбе. Его жизнь очень много говорит о самом нашем Отечестве. Да, пожалуй, и о нас самих тоже. И эти слова о нем скажет в чем-то похожий с ним по характеру своего творчества Александр Галич. Кто знает, тот поймет, о чем речь. Ну а кто не знает, может захочет открыть для себя творчество Пастернака. Всего доброго. Разобрали венки и новеньки, на полчаска погрустнели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в галабуге, и с ума не сходил сучанин. Даже киевские песни, на поминки его поспели. Как гордимся мы современникам, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то засорать, ровно семьдесят, возраст смертный. И не просто какой-то пасынок, член Литонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле. Во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал. Мели, Емеля! Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, И ни к терновому пенцу колесованьем. А как поленом по лицу голосовал. И кто-то с пьяного прошал, за что кого там. И кто-то жрал, и кто-то ржал. Над анекдотом мы не забудем этот смех. И эту скуку мы поименно вспомним всех. Кто поднял руку в гулзоте. Я вышел на подмостке, Прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, Словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры И несут почетный дарам. Редактор субтитров А.Семкин